Всем привет, всем ассаляму алейкум. Я сейчас нахожусь в больнице. Сегодня у моего пациента ринопластика. Это мужчина, он приехал из Польши, так что ему будет сегодня делать красивый нос. Вот, мы сейчас сидим ждем доктора, сдали все анализы, то есть он сдал анализы и уже должны получить результаты анализов. В общем, если все будет хорошо, его поведут на операцию. Пока с доктором мы еще не виделись, потом нужно будет еще и с доктором встретиться. Но вот он уже должен с минуты на минуту подойти, потому что уже прошло два часа. С восьми утра я здесь с пациентом нахожусь. Сейчас он пока ждет в палате. Я вышла на улицу. Вот, рядом с больницей могилы расположены. Однажды моя пациентка проснулась утром, выглянула в окно. Она говорит, я проснулась, выглянула в окно. Я так напугалась, смотрю могилы. В общем, контраст. Больница, где лечат, которые лечат и могилы. Ну, это нормально. Все мы туда когда-то попадем. Ну вот, не будем о грустном, будем о веселом говорить. Так что сегодня, даст Бог, все будет хорошо, иншаллах. Операция пройдет, иншаллах, успешно. Доктор хороший, вы его знаете. Я о нем много рассказывала. Также есть его работы на моем инстаграм-канале. В инстаграме моем, то есть, точнее будет так сказать. Вот. И, конечно же, есть пациенты, которые просят, прям хотят попасть конкретно на его страницу. И просят ссылку на его страницу. Я, конечно же, отправляю, даю ссылку на его страницу. И вот, также пациент со мной связался. Говорит, я видел работы, посмотрел YouTube-канал. И можно, говорит, еще посмотреть больше работ вашего доктора. Я ему отправила ссылку на его инстаграм. Ему понравились его работы. Как он делает ринопластику. Ну, мне тоже нравится, потому что он делает более такие натуральные носы. Я уже это много-много раз говорила. Он не делает ни такие, ни курносы, вот эти вот не сдернутые носы. Ну, нормальные, натуральные носики. Конечно, после операции сразу, когда фотографии выкладываем, носик более приподнятый. Но потом, со временем, немножечко, на пару миллиметров опускается. И становится более такой естественный нос. Вот такие дела. Очень волнуюсь, очень переживаю за этого пациента. Я всю ночь не спала. Всегда, когда пациенты летят на ринопластику, я не могу заснуть. Вот, не поверите. Я спала буквально два с половиной часа. Я не могла заснуть. У меня была бессонница, видимо, из-за волнения, из-за переживания. Знаете, я редко рекламирую ринопластику. И практически не раскручиваю свой инстаграм с ринопластикой. Потому что переживаю. Со дня операции до дня снятия гипса, знаете, переживаешь за этих пациентов. Боишься, хоть бы все было хорошо. Хоть бы, когда гипс сняли, пациенту понравился результат. В общем, очень сильно переживаю. И поэтому тяжело я это переношу, можно сказать. И поэтому, наверное, я так неохотно рекламирую ринопластики. Даже было такое, что я вообще хотела отказаться от этого, от этого сопровождения на ринопластику. Был такой период, что я думала, я удалю свой инстаграм, и больше я не буду за это браться. Потом так подумала, все взвесила. Думаю, ну, доктор хороший. То есть доктор, профессионал, делает хорошие работы. И если человек ко мне обратится, почему бы не сопроводить? Все равно этот человек приедет на ринопластику. Ну, почему бы не предложить свой вариант. Того доктора, который мне нравится, пусть посмотрит, оценит. Если захочет попасть к нему, обратиться ко мне, я запишу его и сопровожу. Ну, я оставила это. Вот такие дела. В общем, все же я сопровождаю на ринопластику, хотя был период, когда я вообще не хотела за это браться. И, наверное, из-за того, что у меня не было желания сопровождать на ринопластику, у меня не было пациентов. То есть я не горела, у меня абсолютно не было желания. Когда горишь, чего-то хочешь, к чему-то рвешься, все равно это идет. Допустим, когда я занимаюсь торговлей, я вот когда что-то начинаю чем-то заниматься, продавать, либо закупать, либо... Ну, вот вы меня поняли. У меня идут клиенты, работа есть. А когда в чем-то сомневаешься, и душа не горит, в общем... Блин, откуда эта муха взялась? И клиентов нет, вот. Ну, теперь, думаю, наверное, все-таки стоит взяться за свой инстаграм, выкладывать работу. Посмотрим сегодня, позволит ли наш пациент показать его результат до и после. Я думаю, что он позволит. Потому что, когда они фотографируют, снимают пациентов, там непонятно вообще, кто лежит, там вообще непонятно, да, кто есть кто. Даже если его хорошие знакомые наткнутся на фотографии в инстаграме, они не поймут, что это... Ну, он есть, вот. Поэтому думаю, что он позволит. Мне многие девочки позволили выложить их работы на мою страницу в инстаграм. Да откуда ты взялась, муха? Вот. Короче, сегодня сопровождение на ринопластику. Будем ждать шикарнейший результат. Ох, да быстрее бы уже. Сейчас мы встретились с доктором, он попросил пересдать кровь, потому что у него брали кровь из вены, из левой руки, а нужно было из правой. И я это не предусмотрела, я знала, что нужно брать кровь из правой руки. Но и вообще сейчас он... Мы пришли ко мне в кабинет, он говорит, с какой руки вы брали кровь. Я говорю, с левой руки. Он говорит, с правой. Давайте пересдавать, будем смотреть. В общем, пришли мы опять в лабораторию, пересдали. Сейчас ждем результаты. Миша, все будет хорошо, пациент здоровый. И его сразу поведут на операцию. Такие дела. Кстати, полный осмотр, анализы. Все входит в стоимость операции. Немножечко, да. Еще немножко. По классике доктор фотографирует. Нет, на лампу посмотрите, вот-вот, да. Наконец настал момент X. Доктор сфотографировал пациента, загрузил фотографию компьютера и буду делать фотошоп, и они будут обговаривать, какой у нас он хочет. По каждому несколько вариантов, и на каком варианте остановится тот вариант, он будет ему делать. Сам доктор очень хороший человек. И всем пациентам он нравится. Все пациенты довольны доктором, что он такой воспитанный, прям приятный человек. Приятно иметь с ним дело. Тут еще и профессионал. Так что, вот, если что, если вдруг захотите сделать ренопластику, поправить эстетику, обращайтесь к нему. Отлично, доктор. Ну и по традиции провожаю пациента. Его везут в реанимацию. Так, ну все. Увезли пациента в реанимацию на операцию. Тут ребеночек родился. Новорожденный мальчик, видимо. Обед принесли сопровождающему. Сопровождающего нет, значит, обед мой. Сейчас сяду, перекушу. Пойду, пройдусь по делам. У меня есть несколько часов походить. Время, так, 20 минут второго. Ну все. Все, суп поела. Больше не могу. Хотя я пила сегодня только кофе в 6 утра. Что-то мне не хочется. Я так переживаю за этого пациента, что я не могу есть. Вроде бы желудок сосет. Чувствуется, что хочется что-то поесть. И в то же время, когда начинаю есть, прям не лезет в горло. Вот. Поэтому поела суп. Все, наелась, короче говоря. Если бы я каждый день сопровождала пациентов на ринопластику, я бы, наверное, давно похудела. Очень жаль, что у меня нет пациентов каждый день, наверное. Теперь я сожалею об этом. Покажу вам вид из окна. Ах уж этот контрастный Стамбул. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Даже посапывает. Слышу, как он ссапит. Через полчаса буду его будить. Так, пациенту принесли ужин. Через три часа ему уже можно будет есть. А принесли так рано, потому что столовая закрывается после семи вечера. Поэтому ему сейчас принесли. Когда он придет в себя, чтобы он поел. Вот такие дела. Сейчас полчаса пройдет, я буду его будить. Все хорошо. Фотографии мне уже доктор пришел. Сейчас фотографии мне передал через Айрдроп. Очень хороший результат получился. Все так, как он хотел получилось. Машалла. Я очень-очень за него рада. Я ездила домой. Переоделась. Приехала. Буквально минут 15 назад его привели. Несоперационная. Операция длилась четыре часа. Благо он спокойный. Такой он. И по жизни, видимо, такой спокойный парничка. Скромный, спокойный. И сейчас после анестезии. Так, кто-то хорошо отходит. То есть его не тошнит. Ничего не крутится. Не вертится так. Спокойно лежит. Спит. Храпит. Как хорошо. Я переживала. Вдруг его будет тошнить. Очень за это переживала. Но все хорошо проходит. Так что сейчас он отойдет. Я ему отправлю фотографии. Объясню, что ему вот. Его ужин стоит. Что он может покушать попозже. И потом поеду домой. Операцию проводил доктор Юсуф. Топовый врач в Стамбуле. Известный врач. Он использует новейшие технологии ринопластики. И также применяет пьезотехнологию уже с 2018 года. Цена у него на сегодня 2750 евро стоит операция. С учетом всех анализов. 2750 евро. С учетом всех анализов. Пациенту выделяют палату в день операции. Также с пациентом в палате может остаться сопровождающий. Также пациенты сопровождающего кормят. Завтрак и ужин. И на следующий день после операции выписка. На 6-й либо на 5-й день нужно прийти на снятие гипса. И дальше вы уже можете лететь себе на родину. Вот. И, конечно же, еще нужно дополнительно купить лекарства на 7 дней. Антибиотики, мази. Для того, чтобы нос промывать жидкость. Ну, на лекарство где-то 10-15 долларов. Завтра я уже точно буду знать цены. Потому что цены постоянно меняются здесь на лекарства. Недавно поднялись цены еще на 25%. Поэтому сейчас какая цена на эти лекарства, точно не могу сказать. Но приблизительно 10-15 долларов стоит лекарство. Все. В общем, за операцию нужно платить 2750 евро. С учетом всех анализов. То есть в день рандеву, когда пациента записывают на день операции, к нему обязательно нужно записаться заранее. За 2-3 недели вперед нужно. Хотя бы за 2-3 недели вперед нужно брать день операции. Потому что он очень загружен. К нему съезжаются люди со всего мира. Также и местные. В общем, он популярный врач. И в день записи, утром обследуют пациента. Берут кровь, делают кардиограмму. В общем, все, что нужно, они проверяют. И рентген также. И дальше, если все хорошо, если анализы хорошие, ведут пациента на операцию. После того, как пациент сдает анализы, ведут уже пациента к доктору. Пациент встречается с доктором. Доктор его фотографирует. Потом загружает себе в компьютер фотографии. Делает фотошоп. Показывает разные варианты. Ну, обычно 2-3 варианта. Такой поменьше нос. Маленький, средний и маленький. Бывают и 3 варианта. В зависимости от того, какой нос у человека. И там уже они обговаривают. Такой носик понравился пациенту, то доктор ему делает. Но если вдруг пациент выбирает слишком маленький нос, то доктор советует. Говорит, что не стоит. А вашему лицу это не подойдет. Будет слишком маленький. И вот он говорит, допустим, вот средний вариант будет нормальный. Или первый вариант будет лучше. Крещен дает советы. Ну, в общем, хороший доктор. Молодец он. Я остановилась на нем, потому что я говорила много раз, что мне нравится почерк его работы. Он делает более натуральные носы. И он всегда говорит правду. Если что, если будут какие-либо осложнения, либо, ну, всякие есть нюансы, он сразу предупреждает. И знаете, что он даже видит по фотографиям, была ли проведена ранняя операция у пациента. Вот. И даже видит по фотографиям, был ли введен филлер для того, чтобы выровнять нитикорбинку носа. Очень многие вводят филлеры в нос. Вот так, чтобы выровнять горбинку. Вот так поднимается. И эта кожа сравнивается с горбинкой. В общем, и нет горбинки. Не знаю, зачем люди это делают. Но делают. И даже это он видит. В общем, врач-кофессионал, очень известный врач, хороший врач. И пока цены он не поднимает, потому что такие люди, квалифицированные врачи, как он, то есть такие хирурги, известные как доктор Ильсов, у них ценник не меньше 4 тысяч долларов. Вот. А недавно вот я одну девочку хотела записать на сентябрь, но мы решили перенести с ней. Ей понравился еще один доктор, она смотрела его работы. Я его тоже рассматривала, этого доктора, но я посчитала, что он дорогой, хотя у него тоже почерк работы отличный. Они практически с доктором Юсупом по почерку похожи. Но он очень дорогой. Но все-таки она решила на нем остановиться. И тут, когда я сказала, что я хочу прийти проконсультироваться и записать пациентку к вам, и в общем, нам нужна консультация, он сказал, что консультация стоит 200 евро. И нам это не понравилось. Пациент в себя приходит. Нам с моей пациенткой, клиенткой, это не понравилось, что он еще хочет за консультацию 200 евро. Мало того, у него ценник высокий, так еще и чтобы с ним проконсультироваться, отправить фотографии, чтобы он посмотрел. Ему надо еще 200 евро платить. Ну это вообще... И мы решили, она говорит, нет, давай тогда лучше тому доктору, которому ты водишь пациента, туда пойдем. Я говорю, ну давай. Вот, так что в октябре, возможно, она приедет на операцию. Вот такие дела. Пациент пришел в себя. Так хорошо, что он так быстро оклемался. Я сейчас иду купить ему воду, потому что через полчаса ему уже можно будет пить. И чуть-чуть еще посижу, потом уже поеду. Он говорит, а я что? Такой глаза открывает и говорит, я что, уже в палате, что ли? Я думала, только-только анестезию, говорит, получаю. Я поговорила с доктором по поводу своих эстетических измерений на лице. Не буду говорить вам, что. И он мне говорит, тебе ничего не надо. Пока, говорит, подожди, я буду ждать, когда я еще немножко постарею. Ну хотя бы утешил. Сказал, ничего не надо делать. Так что потом к нему обращусь. Так что, пока я еще не стану, как, видимо. Тут ребенок родился сегодня. А здесь сразу родственника запускают к мамочке. Только ребенок вылупился, и сразу можно родственникам зайти и проведать и ребеночка, и маму. Ребеночка. Сейчас прохожу мимо палаты, смотрю, видимо уже папочка ухаживает за ребенком. Тот плачет, плачет, он там что-то там в пеленочке ровняет. Такой счастливый, новоиспеченный папочка, видимо. Сегодня второй день после операции я приехала в больницу, я приехала в больницу, у меня с утра съездила в магазин Найк, купила кроссовки клиенту, прям по видеосвязи выбрал парень вот эту Олимпику. У меня, кстати, есть такой костюм, а сейчас вышел мужской вариант, Олимпика на замке. У меня просто толстовка, а здесь мужская Олимпика на замочке. Панамку и такие классные Триком себе взял Найк, прям очень хорошие, легкие, такие тоненькие, прям воздушные, их не чувствуешь, прям как будто бы веса нет абсолютно. В общем, я потом покажу, может быть. Сейчас жду пациента, он переодевается, за ним пришла, попросила доктора, чтобы он побыл до обеда, потому что он решил заехать в другой номер, попросил отменить бронь в том отеле, где мы ему забронировали номер. И, в общем, он вчера ночью, когда пришел в себя, забронировал себе номер, но заезд, поскольку 2 часа дня, я поэтому попросила доктора, что мы будем здесь находиться, то есть пациент будет находиться до 2 часов дня, пока ему не позволят заехать его в отель. Вот сейчас я за ним пришла, и мы выпишемся, и он поедет в свой отель. Вот. Там, видите, новорожденный лежит. С утра я бегаю, с утра, и сегодня как, белка в колесе, хотя это у меня каждый день, но справилась, альхамблила, и, правда, не в большую пробку попали, мы сегодня, немножко долго я уехала сюда, в больницу, в автобусе. Ну да ладно, не страшно, жарко, я вся прям такая уж, какая-то, потевшая, опухшая, что ли. Я вообще в последнее время не высыпаюсь, я ложусь поздно, встаю, рано, в общем, суета. А еще у меня гига беспокоит эта камера, все жалуются, говорят, что она очень плохо снимает, фронтальная камера, но я плохо снимаю, я не знаю почему, так, когда я снимаю видео и смотрю болевеи, все чисто, все четко, даже, хоть у меня тут веснушки, даже веснушки мои видны. Мы сидим в столовой, да, или кафе при больнице, в общем. Вот все лекарства, которые нужны на 7 дней, 7 дней нужно принимать. Тут еще для промывания носа и, а где мазь? И вот такая мазь нужна. Все. В общем, отдала 330 лир, 330 лир в рублях, это, сейчас посмотрю, в общем, 1217 рублей рублями, 330 лир. Ушло на это лекарство.